Тяжело, тяжело с мертвой точкой, но мы надеемся, что Сереженька сейчас оживет, потому что, друзья, у нас еще три подхода, поэтому, Серега, не торопимся внимательно, аккуратно, вот, как дела? Я буду стараться, да, всем привет, приятного аппетита, если вы кушаете, конечно, дела нормально, вроде бы руки отдохнули, но что не отдохнули, 70, ну, это не 30 килограмм. Ты видел, прошел, даже не поздоровал. Зачем? Ему уже никто не надо, но зазнался пацан. Сегодня у него ответственный момент, мы сейчас его дернем, он нам скажет пару слов, я думаю, но это сегодня, сегодня для него простительно, пускай будет. Значит, друзья, 70 килограммов у нас установлено на штангу, сегодня наш бравый боец работает в раскладке 4 по 2. Самая тяжелая раскладка в рамках бицухи за последнее время. В общем-то, да, момент ответственный. Потому что сколько ты сам весишь, еще раз? 77, чистый. 77 пацан весит, 74 по 2 поднимает в строгом подъеме, еще и не в одном подходе, господа, а в нескольких, поэтому все внимание приковано сегодня к сырье. Вот, как вообще сейчас идет восстановление вообще, рутинно? Ты сейчас сырки еще продолжаешь работать? Нет, сейчас нас пока опять закрыли на карантин, к сожалению. Вот, мы сидим дома, вроде все нормально, восстанавливаюсь хорошо. Сейчас после нашего видосика с приседаниями побаливает, ножки болят немного, да, крепатурят, а так вообще все в порядке. Что вы прошли, на вас уже обиделись, уже срочен гневный комментарий, что вы прошли и не сказали. Ваша стандартная, добрый день. Ну я же не повинен влазить в видосики, я же не царь и бог, не врывайся как царь все, что не происходит в этом зале. Надо было так помахать. Ну все на все, как говорили. Как вас делают? Я думаю, нормально. Что вы сегодня делаете? Давайте вскроем сразу завесу, чтобы наши уважаемые зрители знали, предвкушали и ожидали видосик, который, думаю, будет уже завтра и, возможно, следующий, так же и послезавтра. Ну я сегодня буду обратно тянуть 300, пробовать, и если я не умру, 50, 300, мы еще раз попробуем пожрать 160 на 10, правильно? О, да. Ну опять же, да, давайте пока серый наш отдыхает, Серега, отдыхай подольше. Много там людей сказали, что, ну, обратили внимание наши, скажем так, на два факта. Первый факт, на который обратили внимание, что мало времени прошло между этими тренировками. У нас был день отдыха, на следующий день ты потренировался. Говорят, что это мало. Давай вот раскроем, с позиции твоего восстановления тебе этого достаточно? Да, в основном, после таких жимов, у меня ничего не болит, я не чувствую никаких отзнаков втомы. И, в принципе, пан Дмитро завжди питает про мое самопочутствие, чи у меня где-то что-то болит. И, в принципе, мы приходим до висновки, что у меня ничего не болит, это нормально, значит, мы жмем. Если бы я сказал, что у меня там, ну, крепатура, что-то жесткое, то тогда бы мы, конечно, этого не делали. Ну, в принципе, это стандартная практика для тех людей, которые там кого-то тренируют, завжди відслідковать самопочутствие и питать про самі найменші деталі. А задача підопічного про все какие-то свои недуги, які в залі, поза залом, негайно повідомляти своего тренера. Подождите, не буду вас сильно отвлекать от разминки. Прошу подойти еще минут через пять, ну, а мы смотрим на подход серого. Серый собрался? Давай! Работает! Позлее, снизу не стесняйся разгонять. Давай! Стоп! 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 Подожди, мой обрыв связи какой-то произошел. Я вроде ничего не нажимала, вырубила скамера крови. Ты серьезно? Да. Щопокройте. Да. Щопокройте. Так, друзья, ну, у нас ЧП, такое, в общем-то, редко, но бывает. Короче, только Серега начал подходить. Ну, да, я опишу со своих позиций. Я смотрю, Серега сделал одно повторение. Такое тяжело. Вот, опустил и ждет, короче. Я уже понял, что лучше его не пускать на второе, потому что либо его не будет, либо это будет прямо на грани. Поэтому я сказал, стоп, Серега опустил. И в этот же момент Настюха говорит, что зависла камера, короче. Вот, и действительно, глюк был. Я думаю, причина в том, что батарейка не оригинальная стояла. Сейчас батарею поменяли и продолжаем маслать. Но вопрос, что делать? Да, мы с Серегой только что посовещались, решили, что он в достаточной степени отдохнет. И попробует сделать сингл, да, и уже по нему со стороны посмотрим, заходить ли на второе повторение или не заходить. Что думаешь, Серега, как вот сам по ощущениям? Скажешь, что там вообще предел, каменная? Ну, я постараюсь. Тяжело, очень тяжело, что сегодня. Прямо очень. Сколько твой лучший в подъеме на бицепс результат? 75. Сегодня уже 72, это два дня. Ну да. На самом деле результаты хорошие, потому что напомню, что у нас как бы пик подготовки еще впереди. Надеемся, что он начнется после локдауна. Только самое начало. Сейчас только, да, по сути, такие разминки между подготовкой. Поэтому, что ты готов? Да можно, да. Давай, только смотри, если надо, то еще походи. Снизу поддавил. О, давай, трогай. Уже что-то кончился бензин. Бензин, да. Да, ну вроде первый хорошо пошел. Да, да. Почувствовал, что, блин. Сейчас первый как-то лучше был, да. Второй, ну уже видно, что, знаете, на утомлении сейчас координация немножко этот. Серега так крюком пошел. Это, в общем-то, не самое рациональное. Лучше, конечно, стараться тащить поближе к туловищу. Вот. Поэтому, ну, в целом, как бы, not bad. Да, видно, что вес тяжелый. И, как бы, ну, по факту можно констатировать, что все-таки сегодня сервер на него, увы, не готов. Вот. Контрольная точка у нас провалена. Но, как бы, неплохо. Неплохо. Поэтому будем, кстати, продолжать в этом направлении работать. У нас, я не знаю, что мы-то будем продолжать. У нас карантин. И опять этот сады на носу. Да. Сегодня у нас седьмое, да, число? Да. Сегодня уже седьмое. Сегодня уже седьмое число. Да. Завтра, по идее, нас закроют. Поэтому. Что будет? Как будет? Ничего не понятно. Да. Возможно, Серега, как мне, как-то забежит в гости. Просто по тренингу пару раз, чтобы форму не терял у нас. Вот. Пан Артем, думаю, тоже забежит. Если, конечно, зал вообще будет работать. Что делать с тяга, я не знаю. Потому что, если биться еще можно как-то сделать, вытягу на четвертом этаже моей квартиры не подделаешь. Поэтому, ну, мы в любом случае будем держать вас в курсе, оставаться на связи. И напомню, у нас сейчас еще пан Артем, который будет пытаться все-таки, да, пусть и не в прошлом году, но в текущем, потянуть заветные триста. Давайте, сегодня. За сегодня. Вау. Ну, в лямках сначала, пускай заходит. Да пусть, конечно. Опять выключилось? Пиздец. Друзья, что-то у нас лаги с камерой сегодня. Не знаю, с чем это связано. Надо, блядь, сейчас что-то быстренько придумать. Может быть, сейчас, пока Пан Артем разминается, слетаем домой за запасной камерой. Но что-то 65-ка наша сегодня подлавивает. Да, значит, всем хорошего дня. Спасибо, что смотрели, спасибо, что были с нами. Серега? Да, спасибо, что посмотрели. Сегодня не сложилось, увы, но в следующий раз я обязательно это сделаю. Ну, бывает, бывает. Хорошего дня. Странная хит. Что-то, да, Димон, не...